К концу этой недели площадь Ленина и территорию вокруг главной елки украсят ледяные фигуры. Над их созданием сейчас трудятся художники Павел Попов и Стас Горбунов под руководством заслуженного работника культуры республики Валерия Вадимова. По их заказу сотрудники МУП «Город» заготовили прозрачный лед на Кокшаге. Толщина брусков от 35 сантиметров, вес каждого свыше 30 килограммов. Для того, чтобы груда льда превратилась в изящную узнаваемую фигуру, каждый кусок обтачивается до нужного размера и склеивается с другими. Затем по заранее продуманному и согласованному эскизу с помощью бензопилы намечаются контуры будущей ледяной скульптуры. А штрихи и узоры дорабатываются стамесками. Мастера трудятся ежедневно, невзирая на погоду. С огромной просьбой не прикреплять к еще незавершенным скульптурам монетки обращаются они к горожанам. Это затрудняет процесс и увеличивает время работы над скульптурой. Мы скульптурную группу хотим поставить к этому Новому году. Как обычно, символ грядущего года по восточному календарю. В этом году это будет бык. В центре мы сделаем архитектурную группу. Какие-то постараемся вместить туда памятники архитектуры. И достопримечательности, заметные здания. Может быть, театр Шкитана, некоторые храмы. Вот, и аттракцион там будет в краю для маленьких детей. Там будет чаша, из которой нельзя... Хотя, пожалуй, это будет сюрприз. Небольшой сюрприз. Я не буду раскрывать, в чем подвох. Но, в общем, там нужна командная работа. И будьте с чашкой поосторожнее. Субтитры создавал DimaTorzok